22-28. Температура воздуха плюс 2. Ветра нет. Через село едет следующая колонна захватчиков российских оккупантов по асфальтированной дороге. Прудь на Чернигов. Падлы. Чтоб бы, суки, сдохли сегодня и домой никогда не вернулись. Грохот стоит сейчас через центр села. Я живу на окраине и доносится оттуда звук. Это три километра от меня такое расстояние. Во всех селах выключали свет. У меня в доме только компьютер работает. Экран на 19 дюймов. Видно, что светится в доме свет. А в соседних селах и тут по селу, в каждой хате, в каждом доме выключили свет. Дует небольшой ветер. Холодно, сыро. Танки, вероятнее всего, что идут, потому что грохот такой, как я сегодня днем, когда был в центре села, ходил в магазин за продуктами и как раз попал в такой момент, что колонна танков и машин БТР и БМП раскрашенные в такой защитный цвет. Но это для осени. Специально так красят, когда сухая трава. Это уже третья колонна за сегодня через село проезжает. Это из-за того, что в тех селах, которые ближе к российской границе, повзрывали мосты, небольшие мосты, через речушки местные. Поэтому в тех селах трудно было преодолевать препятствия, объезжать как-то. Думаю, что там понтоны никто не ставил, не строил. Находили объездные пути. Спрашивали, наверное, у местных жителей под прицелом автомата и заставляли людей показать, как можно проехать. Бандиты такие. Это мои коты тут бегают. Весна мяукают. Коты за кошками бегают, гуляют. Это все из одного Карли Капу, который с ума сошел, поставил мир на уши и диктует миру свои условия, своей шизофренией и психопатией. Но я думаю, что ему недолго осталось. Такие люди долго не живут. Его свои же жополизы под Халимой и соучастники этого преступления, они же его табакеркой по макушке и грохнут. Чтобы он в ближайшие часы падло вздох. Украина не простит никогда этому Карлику такую подлость, такое зло и такой вред, который он наносит Украине. Я сейчас нахожусь во дворе на пасеке своей. Виден свет с лесных сел. Это со стороны городни. Идет свет в небо. Городня освещается. Я думаю, что там специально заставили включить свет в самом городе, и свет поднимается вверх, в небо, и видно, что небо освещается. Низкая облачность, но этот свет виден. А лесные села, они все как будто бы там электричества нет, только райцентр городня, бывший райцентр городня освещается. До Чернигового расстояние большое, километров 50, а дороги центра около 26 километров. Удачи вам! Крепитесь! Защищайте нашу родную Украину! И не дайте врагам уничтожить нашу свободу и независимость. Всего вам хорошего! До свидания!